Говорится, в таких случаях надо уметь преодолевать любые созданные собой препятствия. Теперь я решу эту задачу индукцией от N к N плюс 1. А именно, сейчас будем переходить от N к N плюс 1. Это намного тяжелее. А нельзя переходить от N плюс 2 к N плюс 1? Нельзя. Если у него не было, то переходить к N плюс 2. Нельзя. Вот, к сожалению, нельзя. Итак, индукция от N к N плюс 1. Перед тем, как проводить этот самый индукционный шаг, я сформулирую вообще лему о том, каким свойством обладает не только функция G, но и любая функция. Вот давайте так. Будем писать, что это G треугольничковая от N. То есть граф без треугольника. А можно фантазировать. Взять функцию G, запретить четырехугольник, запретить, не знаю, 3 лебра вот так вот подряд и еще что-нибудь запретить. И бантик. И бантик. И бантик. Это будет тоже функция. Если вы рассмотрите любую функцию лему, если есть некоторый набор запретов, если есть некоторый набор запретов, а G большое от N наибольшее количество рёбер в графе на N решимых, в котором нет ни одного запрета, то а вот дальше, господа, я вам напишу неравенство в том виде, в котором его легко запомнить. Потом мы его докажем чуть-чуть в другом виде, но сейчас в том виде, в котором его очень легко запомнить. То процентное содержание в полном бодграфе не может возрастать. Сейчас я это буду видеть. Вот смотрите, что такое N умножить на N-1 пополам. Это сколько сторон и диагоналей у N уголинка. То есть у вас есть N вершин, из каждой выходит N-1 отрезок, значит N умножить на N-1 пополам. Вот столько в графе на N вершинах, в полном графе, на N-1 вершине столько. Мы берем и смотрим G от N плюс 1 разделить на число сочетаний из N плюс 1 в бодграфе. Здесь G от N разделить на число сочетаний из N в бодграфе. Так вот, эта функция всегда может становиться только меньше. Может оставаться на тот же уровне, а может становиться меньше. То есть, если у вас есть какие-то запреты, то они, что называется, один раз сработав... Ну, может быть, знаете историю о том, каким образом обычно змея душит свою жертву? Яд пускает. Яд пускает, это далеко не все. А есть еще такие добрые, которые без ядов. Да. Что они, как они делают? Она вдыхает, она дает, когда они выдыхают, они немного хуже делают. То есть, она, во-первых, должна, конечно, обвисеться вокруг, да, максимально плотно, но не сильно давить. И дождаться, когда же модно сделает выдох. В этот момент надо максимально сильно, что? Сжать. Сжать. Дальше крайне важно постараться не отпускать. Ну, оно, конечно, немножко что-нибудь сумеет сдохнуть. Потом он опять выдохнет. Идею я поняла? Вот. Так вот, здесь была вот такая же история. Ну, менее тревожадная, конечно. Вот. Но такая же. То есть, уж как-то стало, все, уже больше не стало. Так. Единственное, конечно, чтобы доказывать мне, господин, да, проще сделать так. Во-первых, вот эту двойку, ну, она явно здесь просто как-то смотрели, ее лучше убрать. n, то же самое, и там, и там, тоже лучше убрать. n-1 поднять туда, n-1 поднять туда. И в результате лемма запишется гораздо более понятной в области. n-1 умножить на g от n-1 меньше или равно. n-1 умножить на g от n. Вот оно, неравенство, которое мы сейчас должны показать. точнее, если вы должны понять, что это не очень. Пожалуйста, попытайтесь посмотреть, посмотреть, и попытайтесь понять, что оно совсем очевидно. g от n, это убывающая функция, так? g, почему? Скорее, возрастающая функция. Когда количество вершин увеличивается, то возможности по проведению ребер становятся больше. Нет, вообще говоря, конечно, g от n меньше или равно, чем g от n-1. Ещё раз, ребят, меня не интересует объяснение, почему вот это, то же самое, что это. Меня интересует, почему это верно. Это должна быть какая-то комбинаторная штука. Понимаете, нельзя всё время заниматься только алмой. Перенесём из одной части в другую, потом назад, потом назад, потом назад. Нет, в какой-то момент должна прозвучать какая-то мысль. Какая-то комбинаторная фраза. Да? Какие эти профессионеры могут сократить? Самые дворы, старые, которые мы не можем, а они уже не вместе. Куда я попал? Куда я попал? Когда у вас есть синус mx? Знаете этот анекдот, да? Приходят учитель математики. Пишут, ребята, давайте рассмотрим функцию синус x разделить на nx. Ура, я уже решил! Кричит кто-то. Как ты решил? То есть легко. Сокращаем. Получаем кремль. Ответ. Получился химический элемент кремль. Вот, понятно. Нет, нет, понимаете, это все происходит. Замечательно. Значит, еще раз. g это не множитель. g от n плюс 1 это количество ребер, которые бывают в графе на n плюс 1 вершине. Представьте себе, что у нас есть граф, в котором n плюс 1 вершина и ребер вот столько, и нет ни одной запрещенной конструкции. Давайте этот граф навесим. Я не знаю, как он там выглядит, но что-то это. Количество вершин n плюс 1. Количество ребер g от n плюс 1. Будем делать следующую простую вещь. Берем какую-то вершину и ее вместе с выходящими из нее реберами выкидываем. То есть в данном случае вот эти вершины остаются, а где ребер исчезают, и вершины исчезают. Понимаете ли вы, что у нас получается граф на n вершинах? Граф на n вершинах. Но при этом в нем нет ни одной запрещенной конструкции, потому что им было ниоткуда взяться. Их не было уже в большом графе. А когда что-то убираешь, они же не появляются. Значит, количество ребер будет не превосходить жертвы. Поняли? Отлично. И так сделаем для каждой вершины. Давайте поймем, сколько всего раз мы эту операцию сделаем. Ну понятно, столько, сколько вершин. n плюс 1 раз. Каждый раз после исчезновения вершины у вас остается не больше, чем ж от n ребер. Вот это вот, правая часть. Повторяю. n плюс 1 раз. Каждый раз ребер не больше, чем ж от n штук. Вот это я объяснил правую часть. Теперь вопрос. Откуда берется n минус 1 умножить на ж от n плюс 1? Это очень просто. Если у вас есть какого-нибудь ребра. В каком случае оно выживет? Если вы удаляете любую вершину, кроме этих ребров. Всего вершин было. n плюс 1. У ребра сколько? Только две. Вы должны знать эту форму. n плюс 1 вершина всего в графе. Нельзя трогать вот эти две. Значит, любую из n минус 1 вершин трогать можно. Поэтому вот это вот ребро, как и раз любое из остальных ж от n минус 1 ребер, любое из вот этих вот ребер, у нас будет посчитано n минус 1 раз. Ребята, это называется подсчет двумя способов. То есть, мы берем граф на n плюс 1 вершине с максимальным количеством ребер, в котором уже 1 плюс 1 вершин. И по очереди выбрасываем вершину, выбрасываем и потом сразу возвращаем. Выбрасываем, возвращаем. Вот. И получаем вот такое вот неравиство. Ну, чуть-чуть у нерави. Вот. У нас здесь каждый год, последние несколько лет вступает такой Андрей Михайлович Кригородский. Так вот, у него, между прочим, есть огромная подборка на эту тему. У него даже есть целый спецкурс о графах. И это называется вероятностный метод в теории графов. Ну, там, разумеется, задача во многом раз более сложная, чем я бы сейчас рассказал. Но идея такая. Вот, там, вероятность чего-то, там, подсчитываем. В данном случае, вот, так сказать, как бы, процентное содержание, там, ребер не возрастает и так далее. Ну, хорошо. Я считаю, что это дело уже доказали. Теперь вопрос. Ну и что? Ответ. Теперь мы сумеем провести индукцию от числа N к числу N плюс 1. Единственное, для того, чтобы не запутаться в этих целых частях, господа, я давайте сделаю так. Я все-таки отдельно проведу индукционный переход от 2K к числу 2K минус 1, а потом отдельно проведу индукционный переход от числа 2K минус 1 к числу 2K. Ну, на самом деле это очень похоже, но просто, чтобы не путаться в целых частях, давайте сделаем. Итак, начиная вот с этого. Предположим, что мы с вами уже знаем, что G маленькое от числа 2K это K в квадрате. Давайте объяснимся, почему G от числа 2K плюс 1 не превосходит K умножить на K плюс 1. Ну, давайте, давайте смотреть, что значит, что это неверно. Это значит, что G от 2K плюс 1 это K умножить на K плюс 1 и еще плюс 1. Отлично. Значит, надо сейчас подставить вот в это неравенство и посмотреть, что у нас получится. Поехали. Значит, в качестве функции G большое надо взять G маленькое. В качестве числа N надо взять число 2K. Замечательно. Почему? Да, да, 2K. 2K. Поехали. 2K минус 1 умножить на... Так, что такое G плюс 1? K, K плюс 1 плюс 1. То есть умножить на K в квадрате плюс K плюс 1. Меньше или равно? Так, что такое N плюс 1? Это 2K плюс 1 умножить на G от 2K, то есть на K в квадрате. Умножить на K в квадрате. Ну, сейчас, я думаю, надо просто взять и перемножить скобки, собственно говоря. Не так это уж трудно, просто полностью раскрыть все скобки. Поехали. 2K в кубе минус K в квадрате плюс 2K в квадрате минус K плюс 2K в квадрате минус 1. Меньше или равно? 2K в кубе плюс K в квадрате. Отлично. 2K в кубе исчезает. Плюс K в квадрате. Смотрите. Плюс K в квадрате минус K в квадрате и плюс 2K в квадрате. Это, вообще-то, то же самое, что 0. Минус k плюс 2k, это будет вот что такое. Это будет k минус 1, меньше или на 0. Но, господа, вообще-то, начиная с двойки, это уже не так. Поэтому, если у нас k это двойка или больше, то противоречие мы уже получили. Иди, не поняли? Да. Вот. Ну, я не знаю, насколько сейчас разумно делать вот этот переход. Давайте, все-таки, для того, чтобы вы чувствовали, что я вас не обманываю, давайте я все-таки это тоже напишу. Значит, как уже пишется. Я считаю, что g от 2k минус 1, это я уже знаю, k квадрат минус k. А хочу я доказать, что g от 2k, это k квадрат. То есть, я предполагаю, что это не меньше, чем k квадрат плюс 1. Ну, ну, и сейчас подставлю везде. Так, только что надо подставлять. Когда я буду подставлять, надо, чтобы n равнялось 2k минус 1. Поехали. Значит, что такое n минус 1? Это 2k минус 2. g от 2k. Это k квадрат минус 1. Так, меньше или равно, чем n минус 1 умножить на k квадрат. Ой-ой-ой, n плюс 1 нельзя писать. n плюс 1, это, извините, это не то. n плюс 1, это просто 2k. Здесь вот у меня будет 2k, а здесь у меня будет k квадрат минус 2. Так, мне кажется, что здесь будет даже попроще. Потому что, смотрите, вот эта вот двойка и вот эта вот двойка совершенно роскошно сокращаются. Здесь остается k минус 1, и это k минус 1 сокращается. Получается, k квадрат плюс 1 меньше или равняется, чем k квадрат. Здесь даже не получено. Это просто противоречие. Ну, опять-таки, лишь бы k не равнялась единице, то есть, начиная с тройки, у нас уже получается противоречие. Зачем я это сказал? А затем, что я только что доказал замечательную вещь. Если один раз функция стала равна целой части n квадрата 1,4, то дальше больше, чем n квадрата 1,4, она никогда не станет. Значит, если я буду интересоваться графом без пятиугольников, то, господа, достаточно найти какое-нибудь число, когда функция для количества рыбок, график без пятиугольников равна n квадрата 1,4, целой части, и дальше так всегда и пойдет. Я не знаю, заниматься сейчас этим или нет, потому что эта работа немножко скучная. Это работа немножко скучная, но, в общем, скажем так, надо составить вот такую вот табличку, он сейчас чуть-чуть дальше, и у вас действительно в какой-то момент появится.